Друзья, привет! Меня зовут Максим и на канале Аланья Жизнь Без Купюр. Сейчас мы находимся в офисе моей компании PrimeInvest и тема сегодняшнего видео «Как получить гражданство Турции в 2023 году», а также все изменения, которые вступили в силу в этом году. Смотрите до конца, будет интересно. Итак, друзья, получить гражданство в 2023 году в Турции достаточно просто. На самом деле есть три основных способа. Первый – это натуральным путем по происхождению, второй – это через вступление в брак и третий путь – это за инвестиции. Иностранцам также доступны и другие методы получения гражданства – это путем натурализации либо через усыновление. Что значит путем натурализации? Друзья, если вы здесь купили недвижимость, оценочная стоимость, которая выше 75 тысяч долларов США, то проживая здесь определенное количество времени, на протяжении 5 лет, вы имеете право через 5 лет подать документы на гражданство. Опять же, повторюсь, друзья, вы только имеете право здесь знать, что вы его получите. Вы должны обязательно быть добропорядоченным гражданином, у вас должен быть подтвержден официальный доход, вы будете сдавать экзамен по языку. Опять же, всем советую, когда вы идете именно этим путем к получению паспорта Турецкой Республики, обязательно соблюдать реальность у каких-то других требований. Обязательно у вас должна быть какая-то независимая медицинская страховка. Я обязательно всем советую и рекомендую оформлять какие-то пенсионные вклады. Очень много программ. Мы в следующих видео обязательно это коснемся. Пенсионные программы предлагают, как правило, любой из крупных банков, которые находятся здесь, в Алане. А также, например, есть определенные планы страховой компании Альянс Сегорта. Так вот, друзья, все эти методы, они, в принципе, работают. Но самый простой и быстрый способ получения Турецкой гражданства – это через инвестиции, друзья. В 2016-2017 годах был принят закон, согласно которому иностранные граждане за инвестицией могут получить Турецкий паспорт. Раньше сумма была в районе 1 миллиона долларов. После порог получения паспорта снизили до 250 тысяч долларов. И сейчас этот порог составляет 400 тысяч долларов, друзья. Такая схема позволяет стимулировать экономику Турецкой республики. Сейчас ходят разговоры, кто-то снимает о том, что вполне возможно, что Турция примет закон о запрете покупки недвижимости для иностранцев. Как это, например, сделала Канада за морозив покупки иностранцев на 2 года. Но все это фигня, друзья, поверьте, этого не будет однозначно. Опять же идут сейчас разговоры о том, что порог получения гражданства Турецкого паспорта может быть увеличен до 500 тысяч, до 650, до 700 тысяч долларов, друзья. Но нет, я уверен, что в этом году этого ничего не произойдет. То есть никто не запретит продажу жилья иностранцу. Это первое. И второе. Порог повышения стоимости паспорта в 400 тысяч у нас на этом году такой же. Итак, друзья, давайте разберем 6 основных способов получения Турецкого паспорта за инвестиции. Итак, первый способ. Вы должны вложить не меньше 500 тысяч долларов в какое-то турецкое предприятие. Также предусмотрен запрет на вывод этих денежных средств на протяжении трех лет. Одобряется это вложение в Министерство промышленной институции. Второй метод. Второй метод – это создание рабочих мест в Турции не меньше 50. То есть вы должны приехать сюда, придумать, какой бизнес здесь замутить и нанять 50 сотрудников из числа граждан Турецкой Республики. Да, и после этого вы имеете право подать документы на получение паспорта. Все это одобряется в Министерстве по делам семьи и социальной защиты. Третий способ, друзья. Третий способ – это вы можете разместить депозит в размере 500 тысяч долларов. в Турецком банке, либо разместить их на нескольких чатах, в нескольких турецких банках. И тем самым вы тоже имеете право подать документы на гражданство. Более того, вы на протяжении трех лет не имеете права снимать этот депозит со своего счета. Подтверждается это все в агенции по банковскому регулированию и надзору. Четвертый способ. Четвертый способ – это вы можете вложить, опять же, сумму в размере 500 тысяч долларов в турецкие облигации. Одно из условий, что инвестор не может их продать на протяжении трех лет со дня покупки. Поэтому на это все обращаем внимание. Все действия подтверждаются в Министерстве финансов. Пятый способ, друзья. Пятый способ, друзья. Вклад в венчурный фонд, либо фонд инвестиций в строительство. Стартует объем инвестиций от полумиллиона долларов в США и выше. Ну, может быть, либо эквивалент в турецкой лире. Заверяет советам по рынкам капитала Турции. И шестой способ, самый распространенный, который сейчас применяется в Турции – это покупка жилья. Да, покупка квадратных метров, где оценочная стоимость больше 400 тысяч долларов в США. Опять же, мы должны понимать, что квартира оценивается на основании независимой экспертизы, выставляя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, который должен оставлять не меньше 400 тысяч долларов в США. Да, в 2023 году приняты определенные законы, приняты определенные меры, дабы уменьшить какие-то спекуляции по поводу получения гражданства. Так, о чем идет речь? Первое, друзья, если раньше, допустим, вы могли покупать квартиру, допустим, 2 семьи, стоимостью 800-900 тысяч долларов в США, да, и как бы 2 семьи по одному получать гражданство, потому что каждая доля соответствует 400 тысячам долларов в США, то сейчас, на самом деле, с этого года это все отменено. Это первое нововведение. Второе, мы все знаем, что для получения турецкого паспорта вы должны купить недвижимость у турецкого гражданина, либо у турецкой компании. Так вот, с этого года, с 2023 года, вы можете купить квартиру под гражданство у турецкого гражданина, если он владеет в праве больше, чем 3 года. Раньше можно было сделать, да, быстро как-то оформить там с иностранца на турка, потом перепродать, допустим, тому же иностранцу, то сейчас эта лавочка прикрылась, все, четко, теперь покупаем квартиру в праве, которая больше трех лет. Третье нововведение, друзья, иностранец, который купил недвижимость, и после этого он получил паспорт, он теперь не имеет права продать эту свою недвижимость, даже если он считается турецким гражданином, другому иностранцу, чтобы он получил паспорт. Более того, друзья, сейчас, на данный момент, если вы покупаете, если у вас есть, допустим, фул каких-то объектов, а, допустим, один объект подходит под гражданство, то обременение на продажу накладывается на все объекты, то, что у вас есть в собственности. Это тоже одно из нововведений. Следующее нововведение, друзья, это, как правило, распространено в крупных городах, например, таких, как Стамбул. Если вы покупаете жилье на стадии строительства, в нотариальном договоре, друзья, если вы покупаете несколько объектов, какой-то пул объектов, который подойдет именно под гражданство, то все эти объекты должны быть прописаны в одном договоре. Обращаю ваше внимание тоже на это нововведение. Да, нововведения на самом деле не такие существенные. Более того, друзья, я ожидаю в течение, допустим, 10 дней, 12 дней или в течение двух недель выхода закона, где четко будет прописано и указано, что объект под гражданство, под получение турецкого паспора, должен быть один. Если раньше мы могли набирать какой-то пул объектов, там, одну квартиру, вторую, третью, потом все это оценивать, подавать документы, то сейчас, друзья, поверьте, этот закон будет. Я ожидаю в течение двух недель то, что вы сможете получить гражданство, если купили один объект, кадастровая стоимость, которая выше, чем 400 тысяч долларов США. Итак, сам порядок получения гражданства выглядит именно таким образом. Вы сначала покупаете объект недвижимости, понятно, делать независимую экспертизу и так далее. Второй момент. Вы сначала подаете на ВНЖ, а после этого выставляете заявку на получение гражданства, подтвердив это официальным документом об инвестициях. Третье. Заявка попадает в управление по вопросам переписи населения и гражданства. Далее документ отправляют в Министерство внутренних дел и полицию на проверку национальной безопасности и порядка. Четвертое. Если в Министерстве полиции пропускают заявку, ее перенаправляют в канцелярию министра, а далее уже президенты. И президент принимает окончательное решение о выдаче гражданства. По срокам, друзья, кто бы вам ни говорил, в любом случае не 2, не 3, не 4 месяца, это, как правило, занимает от 6 месяцев и больше. Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства? Список, на самом деле, очень простой. Это паспорт, это медицинская страховка, это 4 фото, справка об отсутствии судимости, друзья, которую вы можете получить, кстати, здесь в Кольсусе, например, в Анталии, вид на жительство и, конечно, документ, который дает основания для получения турецкого гражданства. Итак, друзья, я сегодня с вами рассказал о 6 наиболее популярных способах получения турецкого гражданства. Наша компания PrimeInvest специализируется на получение паспортов для иностранных граждан. Есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях под видео, либо звоните в нашу компанию, телефон на экране. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Оставайтесь с нами, всего доброго и пока!